Всем привет! С вами я Виолетта и в этом видео я сделаю обзор на раскраску силуэты и сказочный мир. Обе эти раскраски от издательства Хоббитека стоили они 128 рублей на лабиринте. Начнем мы с раскраски силуэты. Она у меня полностью закончена. Смысл здесь в том, что есть картинки без контура. Их нужно раскрашивать черным или каким-то другим темным цветом. А есть картинки с черным контуром. Их можно раскрашивать любыми цветами, которые вам нравятся. Иллюстраций здесь не очень много. Почти все на разворот выполнены. Я закончила эту раскраску очень быстро, поэтому если вы хотите себе какую-то раскрасочку, которую вы быстро закончите, то это тот самый случай. Ее за неделю вполне реально закончить. Как вы видите, картинок здесь совсем немного. Также есть там инструкции, все дела. Бумага очень плотная, у меня ни одни фломастеры не просвечивают. Тут, кстати, странный ленивец, у него нет четвертой лапы. И вообще он как-то голову слишком повернул. Да, и черного тут вам пригодится, понадобится очень много, поэтому учтите это. Вот у меня, допустим, закончилось несколько видов черного, поэтому бывают такие некрасивые переходы. Раскраска «Сказочный мир» тоже стоила в районе 128 рублей. Здесь у нас есть цитаты. Ну, не цитаты, я не знаю, фразы какие-то. Я вам потом их прочитаю, когда еще раз буду пролистывать. Бумага здесь тоже очень плотная. Как вы видите, очень много цветных элементов. Предыдущие раскраски, они тоже присутствуют. Лично мне кажется, это как бы плюсом, то, что не надо раскрашивать, к примеру, фон. Я вот не люблю фон раскрашивать, поэтому для меня это плюс. Детальки здесь довольно-таки мелкие, поэтому как-то я, не знаю, боюсь что ли браться за эту раскраску. Но закончить ее, наверное, тоже можно довольно-таки быстро, если только ее и раскрашивать. Надо, кстати, заняться этой раскраской. Также есть Золушка, Красная Шапочка, Принцесса на горошине, Снежная Королева и Буратино. Ну и другие, как бы, сказки, в этой раскраске. Вот, а в этой серии, честно не знаю, тут, наверное, не нарисовано. Вот, в этой серии есть Снежная Принцесса и Алиса в Стране Чудес. Пока что только две, но там еще, по-моему, что-то про джунгли вышло. Она вот в похожем стиле выполнена. Если хотите, можете посмотреть. Ну, мне, если честно, не очень понравилось, поэтому не буду больше покупать раскраски из этой серии. Конечно, бумага очень классная, но лично мне не нравится, как бы, просто вот сам стиль иллюстрации. То есть, вот я одну сделала, и все. Значит, на каждой странице есть фея, нужно только ее отыскать. Задание у нас тут такое. Только вошла Красная Шапочка в лес, а навстречу ей Серый Волк. Больше всего любила Русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху на земле. Рапунцель, Рапунцель, опусти-ка свою золотую косу. Королева положила на доски горошина, потом 20 тюфяков, а на тюфяки еще 20 перин из гагачьего пуха. И Джек стал карабкаться вверх по стеблю. Ну, это цитата, как бы, из рассказов. По ночам пролетает снежная королева и заглядывает в окошки. Вот от того-то они покрываются ледяными узорами. Это, кстати, зимний разворот. Буду его где-то в декабре раскрашивать. Принцесса будет спать 100 лет, пока ее не разбудит поцелуй принца. Звуки дудочки разнеслись по улицам Гамельная. И Крысолов увел из города всех детей навсегда. А в полночь карета вновь станет тыквой. Свет мой зеркальце, скажи. Искусственный соловей был похож на живого, но весь осыпан рубинами и сапфирами. Вот я очень многие сказки знаю, как бы, хотя многие из моих друзей вообще не слышали. Например, вот про соловья. Ну, насколько я поняла, это сказка про принца, у которого там еще свинки были. Каждый из 12 принцев взял в лодку свою принцессу. Вот этого, я не знаю. Ну, не знаю, может быть, это 12 настоящих принцесс. Что-то типа этого. Принц замерил туфельку Зол... Примерил, извините, туфельку Золушки. И, о чудо, туфелька пришла в пору. Папа Карло называл деревянного сына Буратино. Мне кажется, это было как бы про Пиноккио. Потому что Буратино изначально был вроде бы длинным носом. Ну, мне кажется, это Пиноккио, потому что все-таки это, как бы, насколько я поняла, иностранная раскраска. Потому что, вот смотрите, иллюстрации Рэйчел Клоэн, редактор Софьи Шрей, дизайнер Джон Бигвуд. То есть, ну, как бы не русская раскраска. Гномы очень радовались тому, что Белоснежка поселилась у них. Гензель и Гретель увидели, что вся избушка построена из сахара. Поцелуй принцессы превратил лягушку в принца. Башмачник заснул, а маленькие человечки сели за сапожный стол и приняли решить вот это я тоже не знаю. Такой сказки. Злая мачеха превратилась в принца в диких лебедей. И опускалась ночь, но русалочка глаз не могла оторвать от красавца принца. Вот про русалок я просто обожаю все, все, что связано с русалками. Поэтому, наверное, именно про них разворотчики и сделаю в ближайшем будущем. Напишите, понравился ли вам этот обзор, хотели бы вы приобрести себе какую-то из этих раскрасок. И есть ли у вас раскраска из этой серии. Если есть, то напишите, нравится она вам или нет. Потому что, может быть, Алиса в Стране Чудес или Снежная Принцесса интереснее и их стоит купить. А я просто так взяла их и отмела. Но мне будет интересно почитать ваши комментарии, ваше мнение. Надеюсь, что вы поделитесь им. В общем, это было все. С вами была Виолетта. Всем пока-пока.